На проспекте космонавтов на бывшей детской площадке из года в год образуется свалка. Мусор кидают как случайные прохожие, так и несознательные жители ближайших домов. Загвоздка в том, что участок не относит к своей территории ни управляющая компания, ни управление ЖКХ. Кто должен навести порядок, город, коммунальщики или сами жители, разбирался Никита Нехорошков. Бутылки, банки и обертки, будто подснежники, каждый год расцветают здесь после таяния снега. Пенсионерка Вера Рогозина несколько лет боролась за чистоту под окнами своего дома. Правда, в последнее время здоровье уже не то. Вот эта вот свалка у нас уже лет пять или шесть. Вот пока я была здоровая, мы убирали по девять, по двенадцать мешков с одной тоже женщиной, с инвалидкой. Я позвоночник сломала, та операцию сделала. И вот видите, что делается теперь. Никому ничего не надо. Горы бутылок, сломанные ветром ветки деревьев, все это пенсионерам убрать не под силу. А молодежь на уборку тоже не дозовешься. Вера Андреевна искала помощи у городских властей и в управляющей компании. Но пока помочь не смогли ни те, ни другие. У свалки спорные границы. Участок не закреплен за городом и к придомовой территории тоже не относится. Управляющей компании пояснили, в основном мусор здесь бросают жители ближайших домов. Значит, и ликвидировать свалку тоже им. Тем не менее, коммунальщики готовы помочь. Те же территории, которые не относятся по межеванию к домам, у нас будут убраны в рамках субботника. Но после того, как мы уберем территорию к домам относящуюся. А жителей мы, соответственно, просим оказать помощь нам в субботниках. О субботнике и управляющая компания горожан оповестит заранее. Прибрать территорию планируют в рамках городского месячника чистоты, который идет до середины мая. Никита Нехорошков и Дамир Харисов. Служба. Народных новостей.